Правда, посмотри, посмотри, какое у меня тёплое платье. Это мне тётя сегодня принесла. Потрогай, какое тёплое. Ну, вот эта девочка сразу увидела, какое у меня красивое платье. А я и так вижу. Тёплое, с длинным рукавом и глухим воротом. И разрисовано очень красиво. Белые слоники, алые змейки и синие птицы. Да. У тебя очень красивое платье. Правда? Правда. Роза моя розочка. Я бы никогда не вспомнил об этом платье. Пришла к нам в гости козочка. Я его уже видел. И для нашей деви принесла конфеты. Может быть, даже не раз, а два или три. Давно, когда мы ещё не знали друг друга, я наткнулся на эту щель в стене разрушенного дома. Я часто приходил сюда, забирался в неё и смотрел на ту сторону. И там, невдалеке, играла эта девочка. И на этой девочке было это самое платье. Всё в белых слониках, алых змейках и синих птицах. И она катала ржавый обруч и смеялась, когда он падал. А обруч, чтобы был лопнувший и падал, то и дело. Вот на этой девочке было это самое платье. В белых слониках, алых змейках и синих птицах. А потом этой девочке не стало. И обруч тоже куда-то запропастился. На! Поешь. Принёс. Угу. А ты? Нет, я сыт. Пока шёл-то, нибудь, опять проголодался. Да, кусай. Кусай, кусай. Я бы никогда не вспомнил об этой девочке, если бы не это платье. В белых слониках, алых змейках и синих птицах. А тут она как-то, ну как-то сразу всплыла в памяти. И я понял, что её уже нет. И никогда не будет. Ну то есть, её нет, а платье осталось. Ведь грубые, хованные железом сапоги, пихают их мёртвых в яму, потому что мёртвые никому не нужны. А потом закапкивают, но сами или вилят кому-нибудь. Кусай. Всё равно кусай. 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 Продолжение следует...